Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Зачем в Евангелиях два родословия Христова? Одно родословие – это Евангелие от Матфея, первая глава с 1 по 16 стих, второе родословие – это Евангелие от Луки, третья глава с 23 по 38 стих. Обратим внимание на родословие по Евангелию от Луки. Если родословие по Матфею идет по нисходящей, от Авраама к Давиду, от Давида к Вавилонскому пленению, от Вавилонского пленения до Христа, то в Евангелии от Луки все идет в обратном порядке, по восходящей, то есть от Иисуса и до первого человека, Адама. И всего в этом родословии, я не буду зачитывать, оно очень длинное, получается 77 имен. Это родословие в Евангелии от Луки. Матфей писал свое Евангелие для лиц еврейской национальности, для них важно было показать, что Христос – сын Давидов, сын Аврамов. А Лука, который писал Евангелие для уверовавших язычников, он хотел подчеркнуть общее происхождение рода человеческого от Адама. В конце этого родословия Лука пишет о Христе, что он – Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малалейлов, Каинанов, Иносов, Сифов, Адамов – Божий. Всего 77 имен. Амросий Медиаланский писал, невероятно, чтобы святые евангелисты противоречили друг другу, особенно в изложении деяний Господа, Спасителя. Поэтому мы постараемся показать отсутствие разногласий между ними. Ну и у нас подобная задача. Почему 77 имен? Давайте вспомним Евангелие от Матфея. Это 18 глава, 21-22 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз. Некоторые в этом словосочетании видят неопределенное число, то есть бесконечное количество раз. Но на самом деле это именно 77. Где еще встречается это число? Это книга Бытия, 4 глава, 23-24 стих. «И сказал Ламех жёнам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жёны Ламеховы, внимайте слова моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, если закаяна отомститься всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро». Что говорит Ламех? Ламех совершил двойное убийство, и он кается перед своими жёнами, ада и целы. Кстати, Златоуст хвалит его за то, что он кается перед жёнами. Обычно женщину считают чем-то низким на Востоке, особенно в те древние времена, а он как бы прибегает к их сочувствию. Он говорит, если за Каина отомститься всемеро, на самом деле он говорит немножко не так. Он говорит, если за преступление Каин ответил в седьмом поколении, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. Он говорит, а за мой грех ответ будет дан в седьдесят седьмом поколении от Адама. Потому что Ламех это говорил, Адам был ещё жив, являлся главой того поколения. Ламех проявляет дух покаяния перед жёнами, Златоустого за это хвалит. Ему открывается видение, что в семьдесят седьмом поколении от Адама появится человек, который возьмёт на себя грехи всего мира, в том числе и преступления Ламеха. Эту мысль подтверждает блаженный Августин. Прочитаем эту цитату. Итак, что же значит до семидесяти-семидесяти раз? «Слушайте, друзья мои, эту великую тайну». Это удивительное таинство. Когда Господь крестился, святой евангелист Лука привёл его родословную, в каком порядке, какой последовательности, из какой ветви пришло поколение, в котором родился Иисус. Матфей начал с Авраама и дошёл до Иосифа по нисходящей линии происхождения. Лука же начинает отсчёт в обратном направлении по восходящей. Почему один идёт по нисходящей, а другой по восходящей? Потому что Матфей выбрал то поколение, из которого Христос пришёл к нам. Он начинает считать с момента рождения Христа в нисходящем порядке. Лука начинает считать в обратном порядке, с момента крещения Христа. Это момент начала восхождения, потому что он начинает отсчёт по восходящей. Заметь, он насчитывает 77 поколений. С кого он начал считать? Будьте внимательны. Он начал считать от Христа, от самого Христа до самого Адама, который согрешил первым и нас родил с узами греха. Лука дошёл до Адама и насчитал 77 поколений всего, от Христа до Адама, от Адама до Христа. И если ни одно поколение не пропущено, то нет и никакой вины, которая осталась бы непрощённой. И так он насчитал 77 поколений. Такое число упоминает Господь, повелевая нам прощать грехи. А считать начинает с момента крещения, когда все грехи отпускаются. Августин следовал за Иларием Пиктовийским, полагая, что слова Иисуса о неограниченном прощении являются сознательной аллюзией на историю Ламеха. Если за Каина отомститься всемиро, то за Ламеха 70 раз всемиро. Удивительно интересное истолкование. И теперь давайте опять вернёмся к разговору апостола Петра с Господом Иисусом. Тогда Пётр приступил к нему и сказал Господи, «Сколько раз прощать брату моему согрешившему против меня до семи или раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти раз». Да, некоторые отцы так истолковали неопределённое число. Но более глубокое истолкование другое. Августин и Илари Пиктовийский. И получается, что Пётр спрашивает, до семи ли раз, а Христос отвечает. Если расширить ответ Христа. Я простил всех от момента своего крещения до первого человека Адама. Как раз 77 поколений. А ты прощай всех, которых придётся прощать в твоей короткой человеческой жизни. Действительно, очень глубокий вопрос. Действительно, тайна, как восклицает блаженный Августин. Итак, друзья, сегодня мы ответили ещё на один вопрос из книг Священного Писания «Трудные и сложные места». Подписывайтесь на библейский портал «Экзекет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спасибо всех. Господи. Субтитры создавал DimaTorzok